Здравствуйте! Это новости нашего города. И сейчас коротко о наиболее заметных событиях к этому часу. Снежный компроблем Алексей Романов проинспектировал очистку городских улиц и дворов. Весна не за горами. После застолья на скамье подсудимых жители Ноябрьска будут судить за убийство. И отдыхать, не работать в России началась самая короткая рабочая неделя в году. Сугробы во дворах, залежи снега в общественных местах и узкие колеи вместо дорог. Проблема расчистки города наросла, как пресловутый снежный ком. Бороться с ней выехал лично Алексей Романов. Вместе с главой администрации рейд по больным местам совершили руководители управлений, а также мой коллега Антон Морев. К первому проблемному месту путь оказался недолгий. Снежные сугробы за вечным огнем видны даже из окон администрации. Рейд Алексея Романова для других его участников, судя по всему, оказался полной неожиданностью. А потому ответы на прямой вопрос, почему снег не убирают, напоминали ответы неподготовленного к экзамену студента. Не три дня снег лежит. У нас стоят камеры в администрации. Вы знаете, камеры направлены сюда, на площадь. На сервере пишется у нас. Здесь гораздо больше, чем три дня снег лежит. Проблема скопившихся сугробов и нерасчищенных проездов в Ноябрьске повсеместна. Такая же картина и у городской стоматологии. Это проезд. Вот сейчас мы едем. Я вас не буду заставлять выходить, потому что тут машину некуда поставить. Это проезд. Вот точно так же дальше. Там вот стоматология муниципальная. Куда много ходит людей. В первую очередь пожилых людей. Люди ходят в храм. Посмотрите, мы здесь тоже можем нормально ехать. Вопросов у Алексея Романова к начальнику управления городского хозяйства накопилось немало. Ответы же Владимира Зарихина главу администрации не устраивали. У нас есть несколько предприятий, которые готовы оказывать помощь. Почему к ним не обращаемся за помощью? Ждем, попробуем. Чего ждем? Вот сейчас будет март. В течение марта мы должны все это вывести, убрать. Чтобы в апреле, когда все найдет, сильно таять, мы опять будем весь город поднимать? Нет, будем работать сейчас. Или мы ждем, чтобы кто-то опять упал здесь, пожилой человек, и под колеса залетел? Другой наболевший вопрос проезда хоккейной академии «Авангард». Контраст между расчищенной прилегающей территорией и заметенной подъездной дорогой виден невооруженным взглядом. Вот это вот что такое? Вот здесь вот. Как здесь ходить-то? Машина туда, машина назад. Тротуара нет. То же самое все. Освещения нет, тротуара нет, корыто, скользко. Тоже ждем трагедии. Недостаток денег в бюджете, пожалуй, наиболее частый ответ. Но этот бюджет, по мнению главы администрации, мог бы пополняться за счет штрафов с нерадивых предпринимателей, которые не вывозят снег со своих территорий. Есть конкретные примеры, но и здесь тоже без проблем не обходится. Сколько штрафов еще раз с начала года выписано? За два месяца сколько? По снегу? Да. Ни одного. Почему? Потому что не можем установить, кто. Они говорят, что это муниципальный предприятие, что дороги чистят и закрепают. Но такого быть не может. Не штрафовать, так сотрудничать. По мнению главы администрации, все эти проблемы можно и нужно решать с предпринимателями сообща. Всегда в бюджете денег недостаточно, да, к сожалению. Мы понимаем прекрасно. И тем не менее, есть много организаций в городе, которые при встречах личных, люди говорят, мы готовы, вы только попросите, мы готовы оказать помощь, да, посильную, предоставить технику, предоставить грейдер. То есть это, ну, мы, любой муниципалитет, любая администрация в любом городе обращается за помощью к бизнесу. И мы не исключение. И договариваться муниципальным властям с бизнесом нужно уже сейчас, поскольку времени для решения снежного вопроса осталось не так много. По календарю весна наступит уже в следующем месяце. Антон Мурев, Александр Иванов, Ноябрьск, 24. Представители народного контроля посетили магазин крупной российской продовольственной сети. В этот раз активисты искали на прилавках не нарушения, а товары местных производителей. Поэтому контролеры в первую очередь осмотрели полки с молочной и хлебной продукцией. Именно эти товары сегодня может предложить покупателям местный бизнес. Так, из молочки в магазине продавались сметаны и кефир из Губкинского. Особенно порадовал проверяющих хлебный отдел. Он представлен изделиями исключительно ноябрьских предприятий. Народный контроль продолжит выяснять, как крупные сетевики работают с местными производителями. Мы повлиять никак не можем. Мы можем только посоветовать работать с местными производителями. Но я думаю, что и менеджеры по закупкам этих магазинов, они сами видят, как уходит товар. То есть видно же, что его разбирают очень быстро. И по отзывам покупателей и продавцов никто, ни одной жалобы не было. География полетов расширяется. Из аэропорта Ноябрьска скоро можно будет улететь в Новосибирск и Омск. На эти маршруты уже можно купить билеты. Еще один прямой рейс из Ноябрьска в Екатеринбург запустят с 3 марта. Через месяц, со 2 апреля, можно будет улететь в Новосибирск, а с 7 мая в Омск. Этими направлениями ноябрьцы часто интересовались в кассах продаж авиабилетов. Стоимость Ноябрьска-Екатеринбург будет от 7200 рублей. Ноябрьск-Омск будет от 4000 рублей. И Ноябрьск-Новосибирск примерно от 7800 рублей. Это рейсы регулярные, мы надеемся, что они будут постоянные. Маршруты все очень популярные, все хотят летать, у всех студенты, родители отпускают. В ДТП снова пострадал ребенок. Так, авария произошла вечером в воскресенье на перекрестке улиц Муравленко и Лиственной. Дорогу не поделили Матис и Ниссан. Второй, по данным госавтоинспекции, выехал со второстепенной на главную, не уступив Матизу. На заднем сидении малолитражки в момент столкновения находился 9-летний ребенок. В данном ДТП пострадал несовершеннолетний ребенок, который перевозился в автомобиле Дэо Матис. Ребенок перевозился в автомобиль на заднем пассажирском сидении и был пристегнут специальным удерживающим устройством марки «Фест». После застолья на скамье подсудимых житель Ноябрьска обвиняется в преднамеренном убийстве. Трагедия произошла в декабре 2016 года. Несколько приятелей распивали алкоголь. В какой-то момент между двумя мужчинами возник конфликт. Мирным путем разрешить его не смогли. В итоге один из них ударил своего оппонента ножом в грудь. От полученной травмы мужчина скончался. По данному факту следователи уже возбудили уголовное дело. На днях его рассмотрит городской суд. Ямал стал обладателем Гран-при Всероссийского конкурса «Область добра». Награду Дмитрий Кобылкин получил из рук председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Премию учредил фонд святителя Василия Великого. Цель конкурса – реализация социальных проектов в области сохранения культуры, традиции и повышения образованности общества. Всего на премию претендовало 156 заявок, 10 из них от нашего округа. В итоге высокую оценку жюри заслужили 4 ямальских проекта. Работа Ноябрьской православной гимназии, военно-исторического клуба при музее имени Шимановского, проект кочевой школы и программа поддержки талантливой молодежи. По итогам конкурса будет составлен реестр эффективных региональных практик. Образовательные учреждения города запускают курсы подготовки к первому классу. Дети будут не просто привыкать к школьной дисциплине, но и изучать некоторые предметы. На первом занятии будущих первоклассников побывали мои коллеги Яна Джусса и Виталий Харченко. В кругу будущие первоклассники. Всего 74 человека. Почти все они сегодня видят друг друга впервые. Первого сентября ребята перешагнут порог восьмой школы в качестве учеников. Но привыкать к новым порядкам начинают уже сейчас. Свою работу начала школа будущего первоклассника. Я твой друг. Ручки к себе. Я твой друг. И ты мой друг. Светлана Коновалова волнуется не меньше, чем дети. Через пару секунд прозвенит звонок и начнется их первый совместный урок. Будущий первый Г по сравнению с другими классами пока совсем мал. Всего 9 человек. Это естественный такой процесс. Волнение. Конечно, всегда волнуешься при встрече с будущими твоими первыми первоклассниками. Потому что не знаешь, во-первых, кто к тебе придет. Мальчиков больше, девочек больше. Какие они? Ведь они каждый со своим характером, со своим норовом, со своими способностями. Конечно, всегда первый класс это волнение. Пятеро мальчишек и четыре девочки внимают к каждому слову педагога. Подруги Полина и Далила вместе перейдут в школу из одной детсадовской группы. Девочки признаются, к занятиям почти готовы. Детский сад помог обрести уверенность. Нас еще учат не шуметь. Нас еще учат... Нас еще учат не выкрикивать. Ну, да. Нас учат... Ну, примерно мы уже учимся читать. Как отмечают психологи, смена обстановки и режима дня – стресс не только для детей, но и для родителей. Поэтому пока будущие школьники осваивают первые уроки, их мамы и папы тоже занимаются со специалистом. Психолог доходчиво объясняет взрослым, как легче адаптировать ребенка к новому этапу жизни и на что стоит обратить внимание каждому родителю. Вы понимаете сами, не имея никакой специальной подготовки, там, педагогического образования, что это достаточно важные, жизнеобразующие вещи. Поэтому вы понимаете, проговариваете, что это систематическая учебная деятельность. И здесь ключевым словом является именно систематическая, да, не раз от раза, а именно каждодневно. За пять недель учебы в школе будущего первоклассника ребята должны освоить два блока – навыки общения и выражения своих мыслей и математические основы. Занятия будут проходить два раза в неделю, по часу в день. Как усвоит материал каждый ребенок, будет видно уже к концу марта. Но в одном уверены и взрослые, и дети. Первое сентября они встретят во всеоружии. Дети, которые уже учатся в школе, готовятся к выпускным проверочным работам. Писать их будут ученики четвертых, пятых, десятых и одиннадцатых классов. Всего в списке заявлено девять предметов, но каждая параллель напишет работы только по нескольким из них. Так, например, ученики четвертых классов пройдут проверку знаний по русскому языку, математике и окружающему миру, а одиннадцатиклассники – по географии, физике, химии, биологии и истории. Как отмечают в Рособранадзоре, результаты написания работ не повлияют на итоговые годовые оценки. Предварительные испытания уже завершились для участников фестиваля «Северное сияние». В выходные прошли отборочные туры конкурса детского творчества. Фестиваль проходит в ноябрьске в юбилейный 20-й раз. Заявки на участие подали больше двухсот человек. Это юные артисты в возрасте до 18 лет. Традиционно они выступали в двух номинациях – хореографии и вокале. Каждый участник или коллектив представили на суд жюри два разноплановых номера. Сейчас конкурсная комиссия подводит итоги, так что за звание лауреатов и дипломантов «Северного сияния» 10 марта смогут побороться только лучшие. Фестиваль очень высокого уровня, хоть он и носит статус городского, но на самом деле он иногда даже, как отмечают сами участники, и по уровню подготовки, и по оценке жюри выше уровня международных конкурсов. В ноябрьске завершилась конференция поисковых отрядов. Таковых на Ямале насчитывается 23. Во время совещания их командиры подвели итоги прошлого года и обсудили предстоящие экспедиции. Куда отправятся поисковики в этом году, узнает Оксана Зайчукова. Награды, предметы быта, оружие и каски – все эти вещи были найдены на полях сражений Второй мировой. География поиска обширна от Верской области до Ленинградской. В экспедиции наши отряды ездят раз в год. Только в прошлом году участие в этой деятельности приняли около 300 ямальцев. Впервые на Ямале мы провели масштабную экспедицию. И в состав сводного поискового отряда Ямал, окружного отряда, вошли 10 поисковых отрядов. Это 111 человек. И провели мы большую вахту памяти, межрегиональную, которая называлась Еланский плацдарм. Это на территории Шолоховского района Ростовской области. Почти тонна боеприпасов, 167 останков погибших и 4 смертных медальона. Таков итог прошлого года. Поисковому отряду «Феникс» из Губкинского даже удалось поучаствовать в поднятии самолета Ил-2 Псковской области. Предположительно, штурмодик возвращался с боевого задания, когда его сбили. В долине фронта он не долетел всего километр. Местному поисковому отряду было известно, что в этом районе где-то упал самолет, они стали искать. Нашли по характерным признакам места падения. Наткнулись на медаль за отвагу. Эта медаль была стрелка Слепченко. И по нему уже вышли на место падения самолета. Сколько будет найдено погибших в этом году, неизвестно. Псковики такие планы не строят. Зато уже точно определены территории поиска. Это Калининград, Ленинградская, Ростовская и Тверская область. Насколько готовы поисковые отряды к предстоящему сезону, командиры обсудили во время совместной конференции. В принципе, у нас уже есть понимание, что финансирование в основном на дорогу практически у каждого поискового отряда есть. По питанию незначительные вопросы и как по снаряжению. То есть, в основном, отряды укомплектованы и финансово обеспечены, если говорить в целом. Есть ряд вопросов, но они все решаемы абсолютно. На вахту памяти ямальские поисковики заступят уже 20 апреля. Всего же в этом году поднимать останки погибших по всей стране будут десятки тысяч человек. Ведь, как говорил Александр Суворов, война не окончена, пока не захоронен последний солдат. Оксана Сучукова, Сергей Маландий, Сергей Павлов. Ноябрьск, 24. Сегодня началась масленичная, или, как еще говорят, сырная неделя. Это семь дней, когда принято печь блины и устраивать гуляние. Каждый из дней издревле имел свои традиции. К примеру, по понедельникам было принято ходить в гости, а в воскресенье просить прощения за обиды у близких. Отсюда и название православного праздника, которым завершается неделя. В этот же день, 26 февраля, ноябрьск отметит масленицу. Гулять будут в Ингапуровском поселке Железнодорожников, а главное торжество развернутся в детском парке. Здесь всех гостей будут ждать блины, катание сборок, множество конкурсов и забав. Кульминацией праздника станет сжигание чучело зимы. Также очень интересное предложение для взрослых жителей нашего города. Это Емелины потехи. Будет установлена печка, где будет Емеля пытаться растопить эту печь. И для прохождения этапов этого привлекаются взрослые жители нашего города. И всем участвующим будет предложена горячая уха. Присоединиться к празднованию масленицы можно уже в середине недели, ведь рабочих дней будет всего три. Это самая короткая рабочая неделя в году. Россиян ожидают четырехдневные каникулы в честь Дня защитника Отечества с 23 по 26 февраля. А вот Международный женский день отмечать будем только 8 марта, которая в этом году выпадает на середину недели. В ноябрьске открылся мотосезон. Начался соревнование, посвященное Дню защитника Отечества. Заезды проходили среди воспитанников мотоклуба «Газпромнефть» в шести классах на трассе в 400 метров. Всего в гонках приняли участие около 40 человек. Это и ветераны мотоклуба, и ведущие спортсмены, и даже те, кто только начинает свой путь в этом спорте. Трасса была очень тяжелая. На поворотах вообще тяжеленная трасса была. Я много падал. Сейчас мы увидим, можно сказать, плоды того тренировочного процесса, который предшествовал 4 месяца. Поэтому сегодня для любого спортсмена это тоже определенный экзамен. И заявите себе. По итогам заездов определены 18 призеров. Это главные претенденты на участие в Кубке Ямала, который пройдет в ноябрьске в 20-х числах марта. На него съедутся мотокроссмены из Ямала, Югры, Тюменской и Свердловской областей. По традиции, спортсмены нашего мотоклуба – фавориты в этих соревнованиях. Немалую роль играет поддержка, которую оказывает «Газпромнефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Уровень в этом году финансирования такой же будет, как и в прошлом году. Единственное, в прошлом году нам удалось приобрести не 3, не 4, а 5 мотоциклов. Мы закупили новую форму. И уже, я думаю, наши горожане, придя на Кубок Ямала, который буквально пройдет через месяц, увидят наших ребят достойной, в красивой форме. Я думаю, что это и в этом, в том числе, и это повлияет на хорошие результаты. И к этому часу у меня все о развитии событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго и до встречи в эфире.